Всем здравствуйте! Начинаем наше сегодняшнее заседание средневековой секции, которая озаглавлена «Миф, литература и общество. Чтение памяти Илья Зара Моисеевича Мелитинского». Мы не попали вчера на его день рождения, но сегодня мы с удовольствием будем делать свои доклады. Мы меняем порядок, начинаем с доклада Владимира Яковлевича Петрухина. Я вижу на экране уже его тему и его презентацию «Скандинавская эсхатология на памятных камнях 5-10 веков. Остров Готланд и остров Мэн». Владимир Яковлевич, 30 минут на все, на ваш доклад и на вопросы. Так что сами решайте, как распорядиться временем. Всех прошу по возможности выключить микрофоны, чтобы мы не мешали Владимиру Яковлевичу. Владимир Яковлевич, вам слово. Спасибо. Постараюсь в темпе показать картинки, потому что это главное. Они видны, да? Видны. Ну вот, пожалуй, удивившая меня на Готланде вот эта стела погребальная. Уникальная. Заставляет меня вспомнить о других обстоятельствах, связанных с биографией Елизарь Моисеевича отчасти. Потому что, ну вот, сейчас последний день праздника Кущей, где центральным символом оказывается вот не, конечно, это дерево, а вот это самое минора. С тремя корнями, как и здесь, что меня подивило в первую очередь. Ну и она была популярна, вообще говоря, в земноморье, в римское время, в синагогальном строительстве. Здесь мы видим розетки, о которых еще пойдет речь. В общем, ну, подпоминаем в праздничные дни Елизарь Моисеевича. Я возвращаюсь к нашей теме, где, конечно, перед нами не минора, а вариант мирового дерева с горизонтальными ветвями и такими вертикальными отресками по четыре штуки вот на стороны света. Ну и что здесь, значит, привлекает особое внимание, это декоративная вот эта вот нижняя планка, где есть две змеиные головки, если вы видите. Да, я пытаюсь показывать на экране. Вот это напоминает нам о том эсхатологическом сюжете, которому посвящен мой доклад. Вот змеи у корней мирового дерева, и эти корни оформлены еще в виде того, что сохранялось потом и в христианской, и в иудейской иконографии, как, условно говоря, Голгофа у христиан, конечно же. В общем, вот эта уникальная стела с Готланда вводит как бы на то, что я и собираюсь рассказать об ожидании конца света, судьбы богов, рагнарёк в скандинавской мифологии, который отражен песнями Старшей Эды. Формирование эсхатологической парадигмы мифологии увязывается с кризисной эпохой викингов в IX-XI веке, гибелью традиционных ценностей варварской, так сказать, эпохи, становлением скандинавской государства и впечатлением новой христианской идеологии. Очевидным представлялось, ну, в те времена, когда этим занимались мы уже довольно много, десятилетия назад, очевидным представлялось распространение эсхатологических мотивов в искусстве эпохи викингов. Пожирающие, хватающие друг друга звери и прочие сюжеты. Об этом любил писатель Рональд Жигуревич, его будем поминать на будущей неделе. Ну и здесь вот один из рунических камней Уполнских в XI веке, где этот мотив терзания, традиционный для звериного стиля, кажется, действительно напоминает нам о том, что этот мир движется в сторону катастрофы. Но декоративные элементы едва ли прямо отражали эсхатологические ожидания, сюжетные композиции на сталых памятных камнях более определенную веру с судьбой богов. Ну, один из скандинавских коллег, коллег Андерс Кюльдгард, противоставляет книжное описание мирового катаклизма и индивидуальные эскатологии, воплощаемые погребальным обрядом. Но вот тут я должен опять, сославшись на Рональд Яковлевич, заметить, что всякий погребальный обряд демонстрирует не только индивидуальный статус умершего, но и возможность его локализации на том свете, жизнь в могиле или, одновременно, как правило, путешествуя на тот свет. Всякий погребальный памятник характеризует присущую создающему его коллективу картину мира. Это относится к памятным камням. Центр развития изобразительной традиции этих памятников стал с середины первого тысячелетия нашей эры, остров Готланд на Балтике. Об этом будет, я надеюсь, посвящен доклад Елены Александровны, если она справится с компьютером. Но вот здесь эта традиция погребальных памятников иногда демонстрирует тот декоративный сюжет, о котором я уже говорил. Это розетки или, как их все считают, это астральные знаки на прогребальных стелах. И самый яркий памятник, включающий эти знаки в скандинавскую картину мира, памятный камень из-за дна Чурка. Вот приход Санда на Готланде, где помимо вот этих, значит, видимо, солярного и астральных символов в центре изображено, не очень хорошо здесь видно, но поверите мне, на слово дерево, вариант мирового дерева, под ним некое чудовище. И, видимо, еще ниже ладья, если это погребальный памятник, то погребальная ладья – традиционный способ передвижения на тот свет в скандинавской обрядности и мифологии. Ну вот здесь начинаются проблемы, о которых я хотел сказать, потому что наш коллега шведский Майл Прайс в популярной работе по истории викингов, недавно переведенный на русский язык, предложил, что исчезновение вот этих самых солярных знаков, о чем, видимо, больше будет говорить Леонид Александровна на более поздних городских камнях, связано с катастрофическим понижением солнечной активности в VI веке. Трудно сказать, насколько отражало искусство эти естественные катаклизмы. Тот же мотив солярных розеток оставался распространенным на погребальных и памятниках, и вообще в декоре во всем Средневековом, Средиземноморье. Ну вот, напоминаю я вам этот синагогальный сюжет. И, конечно же, он был известен на Балканах, на римский нагробный памятник, где, кстати, вот в центре уже крест, а вот символы мирового дерева, напоминающие о том же празднике, который сейчас случился в Иудейском, вот эти самые ветви на мировое дерево, оттеснено крестом. Крест стал главным мировым деревом, оттеснено на периферию. Это боковой мотив этого самого сюжета. Сама композиция из Санда демонстрирует вроде как угрозу мироздания. Мироздание. Ну вот здесь чудовище-то внизу, под корнями мирового дерева. Но вот эти вот самые змейки вокруг астральных символов вроде напоминают нам о том, что все тут не так спокойно и в небесном мире, что этот мир подвержен угрозе. Но вот тут змеи, и это хорошо известную римскую эпоху, оказываются не только символами смерти и преисподней, но и символами возрождения. Ну, в мифологии этим сюжетом занимался специально Елизарь Моисеевич. Хорошо известно, что змея, она бессмертная, потому что умеет сбрасывать кожу и возрождаться. А наши с вами общие первопредки тут и поддались этой самой злодейке у райского мирового дерева, обменявшие свое бессмертие не на чечевичную похлебку, конечно, а на это самое яблочко, которое Ева предложила своему партнеру. Ну, и, да, напоминаю, что Елизарь Моисеевич подчеркивал, что эскарологические события в Снегнадской мифологической системе развиваются в порядке обратном космогонии. Ну, вроде бы, вот здесь намеки на это есть. А зверюга это чудовище ждет своего часа. На Готланде, в эпоху предшествующей эпохи викингов, и об этом будет говорить Лена Александровна, поэтому я не буду на этом специально останавливаться. Действительно были популярны сюжеты со сценами воинского быта. Жертвоприношений, въезда в Вальхаллу. Здесь не очень это хорошо видно, но поверьте мне, что такое имеет место. Елена Александровна, если получится, покажет. Они отражаются на навязчивуюся мифологию Одина. Да, ну, вот здесь, кстати, жертвоприношения лучше видно, с повешением явно жертву Одину. Мотивы судьбы богов демонстрируют искусство другого острова, синтезирующие уже не римские, а западные христианские импульсы. Это памятные камни X века с острова Мэн в центре Ирландского моря. Ну вот, один из них. Вполне узнаваемые сюжеты поглощения Одина волком. Ну вот, другой ворон успел тут вовремя, видимо, смыться, но один еще сидит на плечах у скандинавского бога. Вполне узнаваемые эти мотивы и мотив битвы Тора со змеем. Но центральным символом этих памятников оказывается крест. Вот он здесь с обычным орнаментом для скандинавов, плетеным орнаментом, но очевидно, что это уже скандинавский символ. Сокровняется на скандинавских вполне христианских гравнических памятниках уже XI века и мировой змей. Но вот тут надо отдать внимание, отдать вообще внимание на то, что этот самый змей является не центром, а как бы обрамлением центрального сюжета. Им становится крест и становится при этом рамкой для смысла, содержащей, как правило, крестьянские надписи. Поскольку эскатология была доминантой и христианской традицией, что облегчало трансформацию языческого мотива, то этот змей вполне удерживался и на рунических камнях эпохи викингов. На этом я позволю себе закончить. Ирина Александровна имеет возможность загрузить свою презентацию. Спасибо за внимание. И прошу прощения, что я несколько креплю при моей простуженности. Так, спасибо, Владимир Яковлевич.